Доброе утро! Мы продолжаем. У нас в гостях Светлана Первакова, художественный руководитель Центра Русского Фольклора, Галина Иристратова, методист Центра Русского Фольклора и Вера Васильевна, мастер по традиционной игрушке. Здравствуйте! Доброе утро! Очень рада вас видеть. В Национальном музее Республики Татарстан открывается выставка традиционной русской игрушки. Мы игрушку смастерили. А какие экспонаты будут выставлены? Вот мы уже тут любуемся. Да. Там будут работы детские и взрослые, то есть мастеров ДПИ, которые участвовали в конкурсе, уже в девятом межрегиональном конкурсе «Русская народная игрушка», который проводит Центр Русского Фольклора и совместно, конечно, с Управлением культуры города Казань, с Министерством культуры Республики Татарстан, то есть там Центр развития традиционной культуры, мы с ними сотрудничаем, и Русское национальное культурное объединение Казанское. Вот это все сделано своими руками, да? Да, это все сделано своими руками, здесь и детские работы есть, но это с прошлых конкурсов, да. Скажите, пожалуйста, очень интересно. И детские работы есть, и взрослые, вот. Вот широко представлена именно народная игрушка. Во что играли наши предки? Да, вот во что играли наши предки? Да, народная игрушка – это очень важный элемент народной культуры, очень важно для воспитания ребенка. И обращение к натуральным материалам сейчас очень модно. Мы стремимся изготавливать игрушки из народных материалов, традиционных, экологически чистых. Это глина, дерево, лыка, хлопчатобумажные льняные ткани. Красота. И играя с такими игрушками, ребенок может легко фантазировать, придумывать новые образы, и, конечно, эта игрушка безопасна для ребенка. Ну, конечно, творческое развитие, это же вот все своими руками, даже ребенок, когда создает, да, это же в единственном экземпляре такие игрушки созданы. Вот расскажите, пожалуйста, вот эта вот семья тут целая, по-моему, да? Здесь целая семья, мама, папа, дочка. Я бы хотела сказать вот про эту куколку. Эта куколка называется «Закличка весны». Очень актуальна сейчас. У нее на переднике птички, на платке птички. Она сама, как птица у нее, вот головной убор в виде птицы. Яркая. Да, мы все ждем весны, и вот как раз эту куклу делали весной, когда ждали и встречали весной. Можно я посмотрю? Ну, и как и все куклы традиционные, она не имеет лица. Почему? Считалось, что если кукла имеет лицо, то в нее может вселиться злой дух и навредить ребенку. Одна версия. Вторая, что если мы нарисуем лицо угольком, раньше могли только угольком нарисовать, то она быстро испачкается. Она белолица, круглолица и так хороша. И к тому же фантазия ребенка работает лучше, чем проще игрушка. Тем лучше разведывается. Конечно, а тут может любой абсолютно пририсовать здесь и эмоции, знаете, или все что угодно может быть. Скажите про другие. Вот это вот семья, где очень интересно представлено. Семья – это дружная семья. Это мама, папа. Одеты они в традиционные народные костюмы, головные уборы. Дочка могла ходить с непокрытой головой. Мама же всегда закрывала волосы. Традиционно. Традиционно платок, повойник, сборник, очень много разных головных уборов, которые носили замужние женщины, закрывая волосы. Считалось, что волосы обладают магической силой, и нельзя их показывать. Можно показывать только мужу, только в своей семье. Дети тоже могли. Мне конь интересует. Да, из лыка, мы так понимаем. Конь из лыка. Лыка – это часть коры, липовой коры, природный материал. Вообще-то это образ солнечный конь, символ солнца. Опять же. Конь встречается на народных вышивках, на полотенцах, в народном костюме для украшения одежды. И считается это замечательным подарком для мужчины, чтобы всегда оставался на коне. Красиво, как и дом украшается. Расскажите, пожалуйста, какая главная идея выставки? Ну, главная идея – это сохранение народной игрушки и популяризация. Поэтому в течение всего месяца, когда будет работать выставка, у нас запланированы мастер-классы по изготовлению игрушки. Любой может принять участие. Конечно. Все, кто придут на эту выставку, в Национальный музей, начиная с четверга, в четверг открывается выставка. Так что добро пожаловать в три часа открытия выставки. О мастер-классах можно, наверное, будет ознакомиться на сайте Национального музея. И пройдут где-то около 20 мастер-классов, то есть в течение всего месяца они будут проходить. И в течение каникул детских, школьных будут проходить мастер-классы каждый день. Можно будет из текстиля, из лоскуточков смастерить куклу. Можно будет вот такую вот игрушку сделать, которая называется кольцеброс. Точно, это на нос. Нужно поймать кольцо на нос. Такую игрушку можно будет сделать. Будут проводить эти мастер-классы студенты Института культуры. А также можно будет из дерева сделать игрушку. Лошадка с всадником. Даже с всадником. И потом можно будет сразу поиграть. Ну, прекрасно. Спасибо вам большое. Вы украсили наш эфир. Это прекрасно. Творческих вам успехов. И приходите к нам еще.